Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Да, первый и единственный в стране телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне», телерадиоканал «Страна.ФМ». Александра Хайрулина и программа «Лучшее в стране» и в этой программе, ну, вы все знаете, только самые-самые лучшие и любимые. У нас сегодня в гостях Серёга. Привет, Серёж. Спасибо огромное тебе за твой визит, потому что, честно скажу, давно ждали. А тут, наверное, нужно ещё и благодарить твою новую работу, твой новый клип, который появился. Много дыма, он уже в нашем эфире крутится, но сегодня очень хочется вместе с тобой его ещё раз посмотреть. Ну и, конечно, что называется, из первых уст услышать какие-то комментарии. Сразу хочется шутить, вот вставлять какие-то... Да, шути, шути. Благодарить новую работу. На самом деле, ты не понимаешь, насколько ты сейчас попала в цель, потому что я реально благодарю свою новую работу, это производство бионического питания. Я живу и работаю сейчас, вот офис и производство, буквально там в трёх минутах от вашего... Да, ты наш сосед. ...здания, да, поэтому я абсолютно... Я пешком могу ходить каждый день на эфир. Вот, поэтому на самом деле это так. Ну а, то есть, хорошо, твой клип и вообще музыка, что мы понимаем, это уже не работа тогда. А это никогда не было для меня работы. Так получилось просто, что есть концерты, да, и мне за это платят. Вот, когда я выступаю, ну, сейчас есть несколько проектов музыкальных у меня. Вот, Серёга больше у меня для души, как бы, да. Вот, полиграф у меня для заработка, это моя пенсия. Всё-таки на сегодняшний день полиграф Шариков, пальму первенства взял на себя. Полиграф, конечно, полиграф кормит всё. Вот, полиграф — это же более подготовленная аудитория, то есть она опытная, возрастная. Вот, либо это люди с музыкальным, допустим, изыском каким-то, да, потому что там всё очень непросто. То есть мы берём там те же самые оркестровки, да, их расписывал Николай Николаевич Юхновский, покойный. Там не важно, что мы поём, Мурку, например, да, или поём там Богатые тоже плачут. Это всё очень музыкально сделано, это всё сделано высокопрофессионально. Да, оркестры, хор. Мы вот, когда записывали, например, полиграфа, первую пластинку, не поворачивается язык, называть альбомом, это всё, пластинку, значит, мы зашли на ДЗЗ, это студия звукозаписи в Киеве, одновременно участвовало в записи 100 человек. Ну, это грандиозно, да. То есть это так писали в начале века. Когда полиграф подходит к микрофону, в третьем лице я говорю о нём, я как Серёга здесь немножко знаю его, да, значит, и поэтому говорю о том, что знаю. То есть максимум там второй, третий дубль. Вообще иногда с первого, то есть почти всегда с первого дубля всё записывается. Это вот такой вот проект. Вот у нас он даже с тобой, посмотри, в разговоре вырвался вперёд, несмотря на то, что сегодня Серёга презентует свою работу. Полиграф потрясающий совершенно, артист. Серёга просто скромнее, полиграф нескромный. Он с большой буквы, и мы о нём обязательно поговорим, более того, он появится на наших экранах тоже. Но я хочу вот что у тебя спросить. Скажи мне, пожалуйста, вот в 2014 году появилась у тебя в соцсетях страшная фотография, чёрно-белая, с надписью «Проект Серёга», 2002-2012 «Помним, любим, скорбим» и Сергей Пархоменко «А.К. Серёга». Большая просьба отнестись к книже следующему с пониманием Серёги больше нет. В общем, 4 года «Серёга» уже бренд латиницей. Это, в общем, такая уже очень мощная история. За 4 года, Зайти, скажи, пожалуйста, тебе, как кажется, люди уже поняли, что это не Серёга, не бумер, а именно тот Серёга? Нет, не поняли, не поняли. Им страшно прощаться. С любимым таким и дорогим для себя артист, конечно. С любимыми установками, я думаю. То есть им очень удобно воспринимать меня именно такими. И что бы я ни делал, как бы я музыкально не представлял себя заново, чем бы я ни занимался, вот даже если мне завтра Нобелевскую премию дадут за бионическое питание, потому что я имею отношение к этой разработке, например, они всё равно будут ждать, что я выйду и исполню «Чёрный бумер». То есть для них я всё равно буду Серёга бумер. И даже мои друзья меня в телефонах так подписывают. Бумер, Серёга бумер. Бумер звонил, там, вон, бумер приходил. Это заходит на всю жизнь к нему. Самое интересное, что это песня, которая была написана мною на спор. Ты знаешь об этом? Нет. Да. Эта песня была написана мною на спор. То есть она была написана от злости, от злости спорщика. Я сидел напротив своего бэк-вокалиста Стаса Сацора, моего друга большого, очень талантливого парня, замечательного. Я ему говорю, Стас, вот давай спорим, что я сейчас напишу песню, которая просто разорвёт, но будет называться «Чёрный бумер». И написал. Было несколько вариантов припева, но в итоге этот бабушкин хор, он пришёлся людям по душе. Понимаешь, чем я? Конечно. Вот, и поэтому сравни эту музыку и, например, то, что, допустим, я в 2014 году выпустил альбом «Феникс», например. Вот, я уверен, что сколько нас смотрят, несколько тысяч человек смотрят нас? Конечно, миллионы смотрят. Телевизор и радио слушают, это две аудитории. Удивительно. Да я поправлю сейчас, сяду как-то так. Спингу вы и примели, да? Вот есть альбом «Феникс», который для меня это выплеснутая боль просто. Да, вот реально. Она настолько честная работа, что я даже не посмел ни одного клипа снять на эти песни, потому что для меня снять клип, это значит, ну ты как бы рекламируешь это, типа купить это, понимаешь? Для меня это не для продажи всё. Я просто выложил, кто надо, тот найдёт. То есть ищите, если вы хотите, ищите. И вот то, что я говорю сейчас, это вообще логично. То есть это вне законов, это против законов даже, что убийство. Потому что сейчас, мало того, что ты должен быть талантливым, ты должен быть ярким, ты должен быть самым ярким, ты должен, мало того, что это всё выстрадать и выдать людям, ты должен ещё разжевать, переварить и в рот им вложить. Понимаешь, в чём дело? Да, понимаю. И сказать спасибо, ещё приплатить им. Вот тогда у тебя будут там миллионы просмотров, понимаешь? Когда релизы артистов Blackstar, например, выпуливают. Там же скупается трафик по всему миру. Там на первом месте в топах Ютуба, они в Мозамбике, в каком-то, в Гондурасе. Причём уже через несколько часов. Как люди волнуются, как люди волнуются о том, чтобы их заметили. А я хожу в камуфляже, чтобы... Ну, тебе он очень идёт, я хочу сказать. Не попадали в фонтан, мне, короче. Чтобы в лесу я затерялся, где я живу. Клип, который вот в самом начале программы у нас появился, мой райдер. Мне он очень нравится. Спасибо тебе за него отдельно. У тебя было сообщение, когда только вышел клип, что это третий по счёту видео, после моего нешумного возвращения в кавычках, выпустив до этого два сингла «Люти, твой любимый клон», я не снискал поддержки у широкой аудитории, привыкшей к разбитным шлягерам прежнего Серёги. Новый Серёги не формат, ему нет места на радио и ТВ. Мы, райдер, следующий шаг в сторону от масштабных радио и телеротаций. Ну, я так понимаю, каких угодно, но только не наших. В нашем эфире, как я считаю, что это как раз тот самый формат, который и нужен. А как вы формируете плейлист свой вообще? Как это происходит? У вас есть музыкальный редактор, или люди как-то пишут вам заявки какие-то оставляют? Как это происходит? Это народный плейлист какой-то? Или можно купить у вас ротации? Ну, что касается коммерческой составляющей, я могу точно сказать, что на сегодняшний день пока не было ни одного случая. Опять-таки, честно скажу, не зарекает. Потому что я принёс. Да, друзья. В общем, как знать, может быть, с сегодняшнего дня и наша жизнь как-то повернётся в лучшую сторону. И мы тоже себя забрендируем. И латиницей напишем «страна ФМ». Серёга, как должен быть, я писать, я в клипе диска малярия, сори. Серёж, ну, про твою работу, которая называется «Много дыма». Мы потихонечку будем всё-таки к ней подбираться, к этой новой работе. Сначала была выпущена версия для тех, кто вдруг не знает по какой-то причине на Ютьюбе. И она такая для взрослых, скажем так. Лирик-видео. Мягко. Лирик-видео, однозначно. Да, это же лирик-видео, там же титры. Ты можешь текст прочитать, ознакомиться с текстом. В общем, да. И хорошо, что ты предупреждаешь, что не для слабонервных это видео. И если они готовы, как-то морально не позрослели, лучше не смотреть. После этого появляется уже официальный видеоклип. Скажи, вот что это для тебя? Почему тебе нужны были эти два варианта видео? Ну, потому что песня по радио их заиграла. И телеканал попросили видеоряд. Но то, что было снято как лирик-видео, оно нецензурно, неформатно, слишком жёстко. В общем, да. То есть там в кадре происходит то, что обычно происходит. В пятницу вечером. То есть изотклип последовало уже после просьб настоятельных телеканалов. То есть если бы они не поступили, ты бы не стал снимать приличное видео. Ну, наверное, это вот как раз-таки тот самый случай, когда я как бы подаю это и рекламирую это. То есть смотрите, сингл у меня появился, смотрите, я с автотюном стал петь. Смотрите, это новая школа, это сейчас будет по-новому всё. Что касается отзывов в интернете, у тебя на страничках тоже есть, и они, мнения эти разделились. Кто-то, конечно, пишет, Серёга, красава и так далее, там всё зашло, качает как надо. Кто-то, естественно, пишет, что нуждали либо какого-то развития в клипе. Кто-то ждал, не знаю, другого припева, куплета. Что людям надо, я не понимаю. Вот скажи, как ты к этому нормально относишься? У тебя всегда вот такие противоборства, ещё две стороны среди поклонников присутствуют? Ну, я обычно не читаю комментарии, давно уже не читаю. То есть я смотрю, допустим, столько-то лайков, столько дизлайков. Ну, вот это мне, вот это показатель для меня, там, да. То есть аудитория всегда по-разному реагирует. Всегда есть те, кому не нравится, это нормально абсолютно. Мне иногда самому не нравится, даже чаще всего не нравится. Через какое-то время то, что я делал. Даже так? Да, 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 абсолютно. Я вижу по-другому всё мне, с какими-то искажениями уже всё, и с какой-то дистанцией к тому, что я делал. И потом вообще прям могу сильно не любить то, что я делал. Поэтому это нормально. И главное, что люди оставляют комментарии, там, ставят эти знаки внимания, там, лайк, палец вверх, палец вниз. То есть это значит, им не всё равно. Самое... Что реакция есть, конечно, да, отклик. Самое, самое грустное, это когда вообще всё равно. Ну, то есть... Ну и тогда, опять же, если ты писатель, ты же всё равно не можешь не писать, всё равно будешь выдавать. Ну, это твоя такая теория очень интересная, что ты пишешь так же, как чихаешь, делаешь это, только потому что ты не можешь не писать. Да, так а все... Если ты творческий человек, ты таким создан. Ты всё равно будешь делиться каким-то образом вот этой энергией своей. Да, то есть, ну, будешь на заборах рисовать, да, а не на выставках где-нибудь в Вене или в Милане хочешь свои картины выставлять. Да, там, никогда не... Главное, чтобы был слушатель и зритель. Твои песни не взорвут, допустим, чарты, но, я не знаю, может быть, кому-то из твоих друзей не понравится. Ты просто написал эту песню и всё. И отпустил в народ. Мы прервёмся совсем ненадолго, оставайтесь с нами обязательно. Лучшее в стране на телерадиоканале «Страна.ФМ». Телерадиоканал «Страна.ФМ» у нас сегодня в гостях Серёга. Только что «50 оттенков серого». Это, кстати, также и название одного из твоих альбомов. Ну, крайне-то полиграф порадовал нас в 2017 году. Какао белого цвета. Дальше, наверное, от Серёги потребуется выпустить. Да, синглы будут выходить. Я постоянно записываю сейчас новый материал. Это рэпчик. Это рэпчик с автотюном. Это новая школа. Мне нравится с ним экспериментировать. Пусть там кто хочет что-то говорит, что я уже стар для этого, или это не моя школа, не мой стиль. Это мой стиль. Это стиль Серёга, конечно. Мне это очень прикольно. Поэтому я очень скоро вам покажу пару новых вещей. То есть от Серёги будут синглы. Ну, возможно, потом какая-то пластинка уже сформируется. Слушай, интересная же очень вещь. Вот Полиграф Шариков, обожаемый мною товарищ, артист, извините, как его назвать. И Серёга, это же два абсолютно разных твоих проекта. И это значит, что если у тебя концерт Полиграфа Шарикова, то не стоит ждать там ни «Мой райдер», ни ничего подобного абсолютно. Да, рэпа там не бывает. И бесполезно кричать из зала. Никто и не кричит, а все приключат. Потому что все ждут, что будет что-то «Чёрный бумер», он там есть с оркестром и хором. Возле дома твоего, он там есть с оркестром и хором. И, возможно, ещё несколько старых таких песенок Серёги, старого ещё. Я интегрирую тоже туда, вот в этом именно, в обрамлении, с оркестром и хором. Да, потому что прям классно. Или «Маню» мы споём, там «Выходила Маня замуж», может быть, там «Кружим» споём, посмотрим. Миллион долларов США попробуем тоже, можем сделать с оркестром и хором. Но в целом, как бы, мы же часто играем полиграфа. В основном, кстати, почему-то в Украине, да. Вот мне это удивительно тоже. Несмотря на то, что есть люди, которые уже посмотрели там и только «Секс», и у «Гелика» там достаточное количество этих… И мурашат, и харизма. Есть, да. Ну вот, как-то не включается пока российская публика. Наверное, присматриваются к полиграфу, да, то есть не понимают, почему он так сильно одет, почему он на лондонском воротничке, почему он чечётку танцует, почему он типа шутит, почему песня без матов. Хочу сказать, что наш зритель тебя очень любит. Наш зритель и слушатель полиграфа очень сильно любит. Ты рассказал не раз, что полиграф — это такой караочный, если можно выразиться, проект. Ты хотел, чтобы песни полиграфа пели в караоке. Михайлова и Лепса, да, но больше полиграфа, потому что и самому надоело исполнять чужие песни, в общем-то, в караоке. Полиграфа песни, там мелодии такие, что их легко исполнить. И каждый может быть в выгодном таком положении, да, кто выбирает песню полиграфа. Ну, ты доволен на сегодняшний день количеством представленных и исполняемых в караоке песен полиграфа? Ты знаешь, как, я просто не слежу на самом деле, сколько там... Ну, там есть все синглы полиграфа, они там все как бы есть. Я зачем, знаешь, слежу? Я слежу, чтобы это были именно версии с оркестром и хором, да. То есть я хочу, чтобы когда человек выбирал песню полиграфа в караоке, чтобы не пластиковая аранжировка звучала, да, а именно ему подпевал хор и подыгрывал мой оркестр. Почему я выпустил две версии, значит, вот этого какао белого цвета, да? То есть первая версия — это с моим голосом, а вторая версия, застольная так называемая, да, это все то же самое, все песни этой пластинки, но без моего голоса. То есть получается, что у каждого из зрителей, да, есть возможность это скачать, все, и во время застолья исполнять эти песни. Да, ему будут подыгрывать оркестры, будут ходить. Совсем другое звучание, это совсем другая атмосфера, потому что полиграф и главное — атмосфера. По музыке-то явно слышно отличие. Это Серега, это полиграф Шариков. Что касается вот твоих концертных выступлений, потрясающий киевский концерт, есть фрагменты в интернете ходят они, и в частности, когда ты, ну, очень интересно показываешь на примере сальса, учишь девочек танцевать и в то же время рассказываешь о взаимоотношениях мужчин и женщин, и твоих женщинами в том числе. Серега себе такое может позволить на своих концертах? Дело в том, что там же совсем другая энергетика, то есть там не до шуток. Вот когда Серега на сцене, это, знаете, никто не шутит. Это такое время подумать, сосредоточиться. Очень много ярости, очень много тёмных энергий. Ну да, вот антифриз и всё такое. Да, вот. И Серега — это, наверное, такой противоположный немного, да, противоположный вектор. То есть это тоже энергия, но она скорее разрушительная. То есть вот новый этот Серега, он скорее разрушительный. Ну да, ещё ты говоришь, что даже он чёрный. Да, конечно, то есть он кто угодно, да, он... Он за гранью добра и зла, мне кажется. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Серёга у нас в гостях и только что полиграф Шариков блистал на ваших экранах. Он красавчик, полиграф. Он красавчик, я его обожаю. Я, честное слово, говорю, искренне. Серёге есть вопросы, а полиграф... Ну подожди, к Серёге могут быть вопросы, мне кажется, разве что только у полиграфа или у Сергея Пархунька, у тебя. Ну, может быть, ещё от каких-нибудь рэперов вопросы. Хотя я так смотрю, что всё-таки тебя стараются не задевать особо. Ну какой-то был непонятный случай там с Бастой, но он очень быстро разрулился сам собой практически. Ну правда ведь так? То есть я хочу сказать, какое-то уважение к тебе есть со стороны и молодых, как ты их называешь, рэперов? Я не знаю, как прокомментировать это. Я же тоже уважительно отношусь ко всем. Ты ко всем относишься, уважительно, да, правильно. Ну и в общем, наверное, да, тем самым настраиваешь, что ты никого не трогаешь особо и тебя не трогают. Особенно. Как бы ни развивались отношения, даже если вы уничтожаете друг друга, уважайте при том друг друга. Хорошие слова, друзья. Мы их потом даже вырежем из эфира. Уничтожаю, уважайте. Полиграф Шариков, он концертирует, ездит по городам, а весен исключительно с оркестром? Нет, там есть несколько вариантов состава, потому что есть же заказчики, которые могут у себя позволить... Ну в общем, да, если небольшой городок какой-то. Пол поезда пассажиров, которые приезжают, допустим, нужно поселить, а то столько номеров нет в гостинице. Столько, да, и жителей в городе столько. Поэтому есть малый состав, вот, есть средний состав, есть большой состав. То есть когда мы выступаем, например, в Киеве или в Одессе или в Харькове, то там существует три варианта хора, да. То есть каждый, в зависимости от того, какой регион, значит, там дислоцируется, да. То есть, например, есть хор, который отвечает за юг, есть хор, который отвечает за центр. Потрясающе. Да, то есть вот такая военная такая постановка. Есть хор, который в Киеве. Вот, поэтому селить не надо их, они, значит, переодеваются, прямо приезжают в концерт, там, значит, на площадку и все. Да, и кормить иногда даже их не надо. Да, так... Выпили по 50 грамм коньяка и вперед. Так, что все города наши необъятные, родины, страны, вы не смущайтесь. По городу-миллионнику, по хору, который с полиграфом будет работать. И по оркестру. А по оркестру вообще все просто. Там высылаются ноты, получается, партитуры высылаются. И в каждом городе есть... Конечно, они часто сидят без работы. То есть они должны просто уметь читать с листа. Значит, у них должны быть фраки-бабочки. Вот, ну и они несколько дней могут там порепетировать. Ну, а с артистом буквально за несколько часов только, да, перед концертом и все? Да, 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 и работают все, конечно. Ну, да. То есть это стандартная схема Филиппа Киркорова, она работает. И приносят звонкие бабушки. Видишь, многие не знали эту самую стандартную схему Филиппа Киркорова. Ты сейчас ее раскрыл. А, да, и не только это. Я много еще там раскрою, всегда. Мы сейчас посмотрим все вместе твой новый клип «Много дыма». Может быть, ты сам что-то расскажешь, какие-то пояснения? Потому что часто люди свое слышат, часто люди свое видят в этом и все. Я не знаю, что рассказать про этот клип. Это просто клип. Просто клип. Мне он нравится, потому что он уличный. Да, вот я сейчас все клипы для Сереги буду снимать вот в таком стиле, да. То есть он без особого лоска, без особых изысков сделан. Да, снят на простую очень камеру, на фотоаппарат. Очень талантливый видеохудожник это все сделал. Никита Замойский, вот, киевский человек. Это представитель тоже новой школы. И мне радостно, что я могу коллаборировать вот с этой, с молодой, с юной энергией. А режиссер, ты клипа? Нет, он тоже режиссер. Мы вместе собирали детали. Там очень много деталей собрал мой друг, товарищ и компаньон Руслан Минжинский. Потому что там прям, допустим, вагончик вот этот замечательный, вдова Клико. Значит, это его вагончик. Вот, и такая атмосферная очень деталь. Там какие-то костюмы, это все военное. Это как бы тоже наши разработки, совместные с Русланом. Автомобили, автомобили. Девушки, девушки, кстати, ваши? Девушки, кстати, ваши? Нет, я не побывал, к счастью или, к сожалению, ни в одной из них. Вот мне они чем понравились? Они тройняшки. Они тройняшки, да. То есть когда я увидел в Инстаграме, что их крою, они одинаковые. Я подумал, это прикольно. Чем больше сестер, тем больше шансов расположиться к себе. Сережа, получить хотя бы лайк от него в социальных сетях. Друзья, ну давайте уже перейдем к делу. Много дыма, Серега, телерадиоканал «Страна.ФМ». Смотрите, слушайте. Много дыма, много дыма. Миссия невыполнима. Она мима, она мима. Ничего не оценила. Много дыма, много дыма. Миссия невыполнима. Она мима, она мима. Ничего не оценила В клубе дыма плотная завеса Ароматы влажного замеса Запас, атмосфера квеста Против стресса без рецепта Но мне это все не надо, мне надо мартио Да в фраме надо, мне надо найти ее В отеле рядом, мне надо войти в нее Она хочет все успеть, иметь от жизни кэшпэк Иметь отпусы самый яркий хэштег Иметь комфорт у Ивитон и Томфор Значит будут грязные аферы Много дыма, много дыма Миссия невыполнима Она мимо, она мимо Ничего не оценила Много дыма, много дыма Миссия невыполнима Она мимо, она мимо Ничего не оценила Для тебя осталась анонимом Тебя не оценила, взглядом уценила Любовь ее к себе так нереальна Любовь ее к тебе так нереальна Она под утро снова сядет в чей-то бэкс Чей-то бэкс, чей-то бэкс Сядет на чей-то бэкс Она будет под чем-то Она будет под кем-то На ком-то И втроем, как винят знакомства Очередная ночь в губительном восторге Об этом то, что не расскажет Ей старт, старт Она неутолима Она неисправима Это в ее крови, ман Она мимо, она мимо Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну, мы-то, поклонницы, поклонники, фанаты, мы-то оценили. Зашло, качает. Серега, много дыма, премьера, новый клип, новый трек. И, как вот Серега рассказывает, что, в общем, друзья, посмотрели, порадовались, скачиваем, слушаем, продолжаем, но и находимся в ожидании новинок. Да, да. Расскажем, там же есть какие-то совместные у тебя проекты? Или пока не будем раскрывать всех секретов? Нет, скоро выйдет клип. В Харькове сняли клип совместно с двумя андеграундами МС, с Витилем и с Гурманом. Вот, это мои друзья. Тоже на улице сняли клип. Трек будет называться «Хованский». Так что ждите, будет очень... По-взрослому. Очень будет жарко. Я думаю, что будет очень жарко. Будет очень жарко. Я хочу с тобой поговорить, Сереж, еще о одной твоей работе, пока что единственной. В фильме «Гаджо», который был выпущен, но я так понимаю, что он у нас на российском телевидении не прошел, да, и вообще в интернете состоялась премьера. Дело в том, что это же был 2014 год. И вот этот год, что бы мы ни выпускали, там и люди, вот она тоже, я считаю, недозамечена была. Вот, и мой райдер, да. Потому что люди были обеспокоены с политическими перетурбациями. Вот это год, где очень много крови было пролито. И там не до музыки просто было. То есть, наверное, для релиза, для возвращения, для камбэка нельзя было придумать более неудачное время. Вот, и поэтому, то есть, хорошо, что этот фильм снялся. Изначально эта идея была не моя, а продюсера «Грибов» Юрия Бардыша. Очень талантливого человека, моего друга. Вот, значит, он посоветовал мне, это была его идея, говорит, у тебя уходишь с альбом, говорит, ты не хочешь какой-то мини-фильм снять. Это же как раз поддержка 50-го цифра. Да, Юра всегда болел в кино. То есть, он такой прирожденный режиссер вообще. Режиссер событий, режиссер ситуации, кинорежиссер. Из него тоже получится очень хороший, я думаю. Вот, и я подумал, мне эта идея понравилась. Вот, я написал мини-сценарий такой. Изначально это должен был быть короткий метр. И фильм не должен был длиться там дольше, чем 7-8 минут. Как-то так. В итоге, когда мы сняли материал, то игра актеров, ну в том числе там моя игра, игра Мишеля, музыка, во время того, как мы монтировали, озвучивали, музыка привнесла определенную плавность в монтаж. В итоге это все растянулось до уровня телесерий. 43 минуты, да, практически с титрами. И я позвал, значит, я собрал представителей нескольких каналов украинских, телевизионных, устроил показ. Вот, и после того показа, значит, один украинский канал купил эту серию. Вот, то есть я, получается, вложил там денег немного своих и отбил сразу это все. Вот, и они показали, и были очень хорошие цифры в этой серии. Я подумал, наверное, стоит сериал какой-то разработать. И разработал там несколько вариантов развития событий. Так, и пока все это в столе, в компьютере. Ну, Мишель Андраде, ты же знаешь, да, что она сейчас в шоу-бизнесе. У нас в эфире есть замечательный ее клип. Она была здесь в гостях? Нет, к сожалению, не была, еще не доехала, но клип мы ее крутим. Моя талантливая девочка очень. Сереж, ну, для тебя работа вот эта режиссерская и сразу же актерская, и сценарная, и, не знаю, чуть ли не частично операторская. Ну, в общем, там фильм полностью твое детище. Нет, там не полностью мое детище. Там помогал очень серьезно Алексей Хорошко, который предпочел остаться там, значит, за кадром. Лавры никакие себе не отбирал. Вот. Он на самом деле был на таких же правах, как я, режиссером. То есть иногда он советовался со мной, иногда я шел у него на поводу. Но в целом идея вообще воплотить это кино, вот так вот снять его, то есть вот глазом этого кино, да, видоискателем этого фильма, ну, то есть был он, был он там, что, ну, иначе бы не было такой картинки крутой, и все. Я очень советую тем, кто остался немножко в стороне, ну, не важно, в силу разных на то причин, от этой премьеры, от этого фильма найти в интернете. Гаджо есть и на... Особенно от всех плакс мы хотим пригласить к просмотру, да, плакс, люнтяев, вот, лириков, мытиков, романтиков, да, романтиков, вот, и всех девочек обязательно. У нас, когда, значит, мы с Хорошкой сидели и планировали съемки, значит, ну, мы задали вопрос о себе. То есть мы снимаем эту историю больше как фильм, больше как боевик, да, экшен, там, фильм для парней, это будет, там, дороже, например, да, в пять раз. Например, да, ставим трюки, там, да, ставим, там, какие-то невероятные, там, постановочные драки. Ну, мне кажется, ты так не умеешь, имею в виду без глубокого смысла. Я так не умею, умеют казахи, там, мы могли пригласить специалистов оттуда, вот, и они сумасшедшие ставят вообще трюки, там, все. Но это стоит, допустим, там, в пять раз дороже, да. Вот, или мы снимем для девочек, это будет фильм погружения такой, да, вот, но я как, во мне слюнтяя победил, и нытик, значит, я сказал, давай для девочек снимем, и дешевле оно, и, как бы, романтичнее будет, вот, и там, мы музычкой где-то создадим атмосферу. Вот, и в итоге мы сняли такой, типа, как арт-хаус, да. Ну, мальчикам, я лично считаю, тоже есть что там посмотреть, и я сейчас предлагаю нам посмотреть и послушать саундтрек как раз к этому самому фильму. Саундтрек, очень интересный саундтрек, вот, я даже поймал Дмитрия Климашенко, убедил его записать любимую мною композицию «Цыганский романс». Просто иногда надо уходить, есть название, или «Трудно стать чужим». Вот, то есть это недооцененная абсолютно композиция. И вот в исполнении Климашенко Дмитрия, Дима, кстати. Дмитрий? Три года назад мы договорились совместную песню записать. Ну, это такие переговоры с, дела с цыганами. Вот, и до сих пор. Когда мы встретились с ним, и вот, Дима, давай песню сделаем? Давай. Я через два дня звоню, и Дима, готов текст. То есть он выслал мелодию, и говорит, Дима, готов текст. Причем и для тебя, и для себя. То есть есть рэп, часть, да, я зачитаю, вот, есть, значит, пение. Вот, смотри, ему прям понравилось. Ну все, давай запишем. Три года прошло. Ну, ты знаешь, все может в одну секунду измениться, прям сейчас после эфира скажешь, брат, так что ты там говорила? Вот я и говорю о том, что должно это все как бы измениться. Но, ладно, не суть. Суть в том, что я прям видел, что он споет этот романс. Очень нравится, мне душераздирающая композиция. Вот, и ты сейчас входит в этот момент. Да, мы сейчас обязательно после коротенька. Там, где он возле воды стоит, да, и грустит, да, с бутылкой виска, вот эта история. То, что ты поешь. А я там пою. А я там пою. Вот, друзья, сейчас и будем вместе все разбираться. Нет, там поет Климошенко. То есть в этом романсе конкретно, да, то есть поет Дима Климошенко. Но я в этот момент за пультом сидел, за микшином, понимаешь? То есть я режиссировал. То есть часть меня есть везде там. Хорошо, мы сейчас как раз посмотрим, о чем идет речь. Ну что, запускаем, ребят, мы готовы. Короткая пауза, и после чего возвращаемся. Серега. Субтитры сделал DimaTorzok Ты скажешь, ну вот опять еще один грустный сон. И что это за стайл вообще какой-то грузный сон. Но я писал с душой в унисон. И только в этом ссоре. Я бы хотел тебя развлечь, как PlayStation Sony. Или как фильм кустурицы мечты об Аризоне. Но врать себе нет резона. Как накручивать номер того, кто поза зоной. Случилось так, что я не выстоял. Как будто сам нечистый декораций выстроил. Так что я попал под выстрел. Я был неуязвим, но извили. Не убит, но смертельно ранен на вылет. И где-то в области грудины брешь. Теперь я вижу серое, там где видел беш. Я никогда уже не стану прежним. Так что Killing Me Softly убей меня, но нежно. Killing Me Softly with this song. Killing Me Softly with this song. Killing Me Softly with this song. Я написал все это, не слышу музыки. Почти не видя света. Зарифмовал куплеты, запершись от мира, как схильник. И под воздействием кое-какой химии. Писал, наслушавшись Баха, Эйнио Мориконы. То на измене лютой, то на лютом приколе. То брался за перо, то оставлял его в покое. Душевно болен и совсем уже болен тобою. А как иначе от тебя же так пахло весной. А ты опасна, как нарезное. Я сразу понял, что это сквозное. И трус внутри меня шепнул, езжай по окружной. Была бы моя воля. Парадью голос Лоурен Хилл звучал на полной волю. Мой ЦПУ завис, я кажется, двинулся с Остом. С тех пор, как тебя увидел, келли мне софтли. Включаю фьюджи с голос Лоурен Хилл, моя микстура. В меня попала эта пуля, которая дура. Девять лютых граммов от Амура. И помогла броня и арматура. С тех пор я разучился улыбать мой рот. Я куем плен наоборот. Я одержим тобой как демоном. И если бы не ты, то этот трек так бы остался демо. Я принял витаминов больше, чем все комикадсы. А мне уже почти два раза двадцать. И вот стою, как обнаженный перед папарацци. Хирург не выдал морфи перед операцией. Сдавила грудь, я забудусь только поутру. Схожу к цыганам, там есть штуки, которые прут. Тут ничего не поделать, я такого сорта. Поэтому добей меня лучше, келли мне софтли. Лучшие в стране На телерадиоканале «Страна.ФМ» Ведущая Александра Хайрулина Программа продолжается. Друзья, Серега у нас сегодня в гостях. Мы запремьерили новый клип «Много дыма». Ну, посмотрели еще и другие работы артиста впереди. Также полиграф Шариков еще обязательно появится в нашем эфире. Что касается темы, я очень хочу сейчас, Сереж, с тобой поговорить о спорте, о питании, о твоей программе. Быть в форме за 99 дней, в общем, и так далее, и тому подобное. Но какая у тебя форма, конечно, не знает только самый ленивый. Потому что, и спасибо тебе за это, ты демонстрируешь в своих видеоработах, в клипах. Ну, в общем-то... Уже скромнее, уже мне сделали замечание старшей товарищей. Буду скромнее уже. Ты же не один такой, да? Нас тут много. Сколько лет ты уже очень много времени тратишь в спортивном зале или занимаешься? Ну, я сейчас очень редко занимаюсь. Вот прям редко-редко. То есть, во-первых, перемещаюсь очень много. Во-вторых, просто надоел зал. То есть, железо надоело. И я больше на турничках, там, допустим, больше кардио какой-то, пробежки в лесу. Сальса, опять-таки. А сальса, да, кардио с женщинами. Вот это вот. И уделяю очень много времени разработке питания. То есть, я же руковожу производством бионических рационов. И вот это мое время как бы занимается. Разработано на кафедре спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. Я уверена, что многие не знают, что это такое. Значит, в 2017 году несколько ученых Сеченовского университета под руководством профессора Олега Борисовича Добровольского разработали бионические рационы, бионическое питание. Питание из рук врача, помноженное на кулинарные технологии. Питание, которое избавляет человека от таких страшных патологий и недугов, как онкологические заболевания, сахарный диабет, второго типа и первого типа, благодаря этому питанию обратим. Питание, которое сводит на нет практически любые воспаления и болезни. Питание, которое сейчас официально будет предложено в онкологических клиниках, я не буду сейчас сеть называть, но это первое питание, бионическое питание, которое онкологи будут прописывать своим пациентам. Питание, значит, идея основная заключается в том, что все, что любит человек, может быть приготовлено полезно, то есть реально полезно. То есть это и фастфуд, то есть есть бионические бургеры, есть бионическое мороженое, есть бионические сладости. Боже, Господь услышал молитвы многих-многих зожников, я думаю. Зож – это всего лишь маркетинг, это всего лишь вывеска. То есть то, что на сегодняшний день под грифом Зож подается и предлагается людям, неважно, это в спортзале или в специализированных магазинах, это чистейшая воды, надувательство и обман. Вот эти люди, которые бионическое питание разработали, они поставили под сомнение легитимность производства продуктов массового потребления промышленным способом. То есть будут громкие судебные процессы, будет пищевая революция, планетарная, потому что в медицине сейчас будет раскол. Потому что одна часть врачей стала на эту сторону, вторая часть врачей будет сопротивляться, потому что они паразитируют на последствиях неправильного питания, зарабатывают деньги на это. Поэтому очень многие получат по шапке. Но у человечества сейчас появляется свет в конце туннеля, появляется новая надежда, потому что благодаря этому питанию люди будут жить дольше здесь и сейчас. Болеть либо вообще не будут, либо будет меньше болеть, но огромный процент проблем со здоровьем будет ликвидирован в ближайшее время. Каким образом ты вышел на Сеченевский университет? Или они тебя нашли? Мне поручили заниматься производством. Я отвечаю за производственное крыло. Разработки еще продолжаются, я так понимаю, да, все еще? Компания Bionic Food Technologies. Я сейчас являюсь генеральным директором. Меня избрали несколько недель назад. Поздравляю. Да, спасибо большое. Сереж, уже можно сегодня кому-то попробовать или где-то почитать? Это можно около года уже пробовать. Причем есть две лаборатории вкуса. Одна неподалеку от вашего офиса, куда я тебя приглашаю. Мы бы даже не были в курсе. Вторая прямо в Сеченовском университете, Большая Пироговская, два строения директор. То есть мы уже это делаем. И делаем уже около года. То, что сейчас сделано в области разработки кондитерских изделий, этому нет просто аналогов. То есть это единственное питание, которое без диет, без диет приводит в форму любого. То есть у нас есть клинические исследования, масштабные, невероятные, которые просто повергают ортодоксов в ужас. То есть мы уволили всех диетологов. Диет не существует. Мы сейчас запускаем даже проект, диет нет. Вот сто человек будут кушать бургеры, пиццу, майонез и худеть. И при этом у них будут оптимальные показатели биохимических анализов крови. Ты сейчас сам уже на этой продукции находишься? Конечно. Каждый раз, когда я нахожусь в Москве, я же ведь на производстве и живу. Я вот ночью, почему я так помятый такой, да? Потому что ночью я ездил в Глаголево на производство, и мы тестировали 7 новых андоксов. Так многие говорят. Это производство и было. Такой алиби, да. Поэтому, конечно, это забирает очень много времени, но мне это интересно, этим интересно заниматься, потому что таким образом я могу свою энергию, свою силу дать многим людям. Моя музыка мне нравится не всем. И здоровье, конечно, очень многим людям. Вот, да. А здоровье это больше... Но кондитерские изделия от Сереги вам понравятся. Дело во времени. Дело во времени. Потому что самый ценный на Земле, самый ценный ресурс, который человек обладает, это время. Вот. И наше время, время, которое отпущено, нам серьезно укорачивается благодаря питанию, произведенному промышленным способом. Что касается ценовой политики, Сережа, давай скажем, все доступно. Очень доступно все. Да, очень доступно. И мы сейчас интегрируем роботов, линии планируем для тех же кондитерских изделий, значит, инстагировать. Для того, чтобы как в себестоимости, так и в производстве эти изделия полезные ничем не уступали. То есть ничем не были хуже. То есть любой может позволить себе это. Сайт какой-то есть, где можно все это еще раз почитать? Да, конечно. Да, просто нужно загуглить. Бионическое питание, от Бионикфуд, все есть. Мы не скрываемся. Есть инстаграм, есть сайт. Можно приехать и попробовать, если вы в Москве находитесь, прямо как в ресторане, заказать по меню, покушать. Но я обязательно приеду, мне это крайне интересно. Я тебя приглашаю. Зерёж, ты вегетарианец сейчас? Значит, смотри, я по роду своей деятельности должен все пробовать. Теперь-то да, конечно. Я веганил, когда мне это было необходимо, у меня был эксперимент. Я сейчас пробую, значит, обычные рационы, в которые содержат, например, птицу, рыбу, но не содержат красного мяса. То есть бионическое питание отрицает красное мясо. Его там нет. То есть вегетарианцами меня назвать нельзя. Но в моем рационе преобладают, конечно, продукты растительного происхождения. То есть если мы говорим о том, что я употребляю животный белок, то его украни мало. То есть 10-15% не более. Поэтому в принципе это очень похоже на вегетарианство. Просто вегетарианство тоже есть разное. То есть есть вегетарианцы, которые кушают рыбу, есть вегетарианцы, которые кушают молоко, молочные продукты. Мы их отрицаем, например. Есть вегетарианцы, которые яйца кушают. Ты когда сказал, что вот почему ты стал веганить, в том числе, после 35 лет падает скорость. Именно поэтому решился на эксперимент. Самое чистое питание на планете – это веганское питание. Если оно взвешенное, если оно отбалансированное, то есть другого варианта у человека нет. Это питание, которое усваивается наилучшим образом, создает в организме человека щелочной код, делает невозможным любое воспаление. То есть чем бы вы ни болели, немедленно начинайте кушать растительную пищу и увидите, насколько легче вам станет. Правильное питание, но и все-таки спорт хотя бы дозировано? Физическая нагрузка приятная человеку, конечно, должна иметь место быть. Но, как говоря об этом, мы не должны рисовать себе зал, тяжелые веса какие-то, гантели, штанги. Не обязательно. Делайте что угодно. Плавайте, играйте в теннис. Сальса опять-таки. Сальса танцуйте, конечно. Просто путешествуйте, ходите много пешком. Ну и смотрите, слушайте «Страной ФМ», потому что у нас и Серега в эфире, и полиграф Шариков. Кстати, полиграф прямо сейчас. Сегодня вечером из Шереметья, при ясной погоде, согласно метео. Я вылетел рейсом по расписанию, такое начало у этой саги. Я взял с собой только паспорт и плеер, чтобы маркрут мой прошел веселее. На мне только шорты, панама и кроксы, и майка, что ладно, сидит на торсе. Я лечу далеко, и под видом туриста первым классом, и мне подают игристые. Меня встречают люди в Макао, у меня с собой килограмм какао. Какао белого цвета, какао белого цвета, а это? Какао белого цвета, какао белого цвета, какао белого цвета, а это? Мне сказали, что это не детская миссия, и от этого мой свет и фьючер зависит. Как сказали мне люди, что меня послали С грудом какао в далекие дали Вылетели, летели над облаками Я уверен и мне килограмм какао Я подумал, что если я возьму немного В этом точно не будет ничего плохого И я просто попробовал из пакета Где было какао белого цвета И в иллюминатор стал смотреть с интересом И стал напевать эту самую песню Какао белого цвета Какао белого цвета А это Какао белого цвета Какао белого цвета Какао белого цвета А это Я все громче и громче пел Григория Лепса И ко мне подошли сразу три стюардессы И спросили меня очень строго, что это Я ответил какао белого цвета Я не знаю, как я Обаял этих женщин, но в пакете стало Немного меньше, а потом я душой Становился все шире Предлагая оффернс и другим пассажирам И когда откило Лишь осталось смылинка Я привет передал Всем пилотам в кабинку Надо только придумать, что сказать в Макао Людям, которые ждут какао Какао белого цвета Какао белого цвета А это Какао белого цвета Какао белого цвета Какао белого цвета А это А это Полиграф Шариков В ваших телевизорах В ваших приемниках Серега, у нас сегодня в гостях В студии телерадиоканал Страна.ФМ Про питание поговорили С Сергеем Про клипы Про новый клип В том числе Много дыма Сереж, я хочу задать вот такой вопрос Раз полиграф Опять караоке Всплывает в моей голове И ты как-то сказал Что ты редко ходишь в караоке Но уж если ты ходишь в караоке То эти походы запоминают все надолго Мне хочется, чтобы ты как-то рассказал И пояснил К чему нужно быть готовым людям Которые окажутся случайно с тобой в караоке Ну что это будет культурная программа Вот что неожиданно Будут исполнены Композиции Где это будет наверное даже Не то что хуже оригинала Может быть чем-то и лучше даже оригинала Так То есть открытий будет много Да Если допустим Нас артисты сейчас смотрят какие-то То есть старайтесь избегать Избегать Пересечения Одновременного Местонахождения Вашего и моего В одном и том же караоке Потому что Вы мои точно не споете песни Лучше чем я А я вас перепою Ну что-нибудь из последнего Что ты пел из не своего репертуара Значит Вот песня Василия Вакуленко Сансара Неожиданно Для самого себя Я исполнял ее в Одессе В одном из караоке Хотел на медлячок покуситься Так Что же тебя остановило Но победила Сансара И кстати неплохо А вот это было заснять Сейчас же век такой Надо же было заснять Находишься Да Дело в том что я же Очень долго И выдумывал его И там внутри Я был в действии Вот И потом я монтировал Очень долго Озвучил То есть я его просто Пересмотрел Да И каждый раз В это состояние Заходить Ну очень сложно Да И поэтому Я все реже его сейчас смотрю Может потому что я реже пью Я хотела спросить Когда очень пьяный Серега Он какой? Буйный? Или Веселый? Нет Он спокойный Тихий Он спит Он спит? Да Спит в голове у него И ему снится гад Так Все хорошо Хочу про сыновей еще узнать Марк, Патон Как они поживают? Зашла ли им новинка Папина Много дыма? Не успел поговорить еще с ними Потому что они в начале лета Уехали отдыхать В Крым К бабушке с дедушкой Ты интересуешься Что они слушают? Они Какую музыку? Нет Они в любом случае Мониторят Музыку Которую я выпускаю Ну да Конечно Это понятно А так Мне кажется Что они слушают Очень много Попсы Все таки Монатик нравится Да Монатик Но они придут еще К музыке отца Они придут еще Они еще Должны чуть подрасти Вот Узнать жизнь И тогда они Будут читать Между строк То, что я хотел То, что я заложил Всему свое время В общем Совсем недавно Буквально Твое участие Состоялось Шоу Взвешенные счастливые люди На канале СТС Тебе комфортно На телевидении На нашем? А ты посмотрел Какую-то серию И сложилось впечатление Что они комфортные Нет, очень красивые Там Что ты Мне вообще Показывали Там Мне такое впечатление Что меня только показали В профайле Там А дальше Непонятно Дальше показывали Я стихи им читал Я что-то уговаривал На самом деле Не показали Очень много Из того, что я хотел бы Чтобы было показано Уникальная система Мотивации И тренировок Я же научил этих людей Тренироваться по 4 часа В день И восстанавливаться Они спали полифазным сном Я взял самых тяжелых участников С которыми невозможно было Выиграть априори Самый тяжелый участник У меня 250 килограммов Саша Паваль То есть он самый тяжелый участник За всю историю Вот этого проекта То есть выиграть Выиграть с ним И выжить с ним Просто было Мы не ищем легких путей Сережа, еще одна фраза Которую я хочу попросить Тебя прокомментировать Женщина и моя большая слабость Но мне очень сложно С ними общаться Ну с годами Это, наверное, должно быть проще Как-то Понимание больше Или все-таки Так еще не удалось тебе разгадать Нашу сестру Нет Нету никаких Нету никаких интриг Загадок больше Вот Не буду я сейчас Сказать Заигрывать перед женской аудиторией Здесь Все очень просто Вам нужно внимание Вот Что такое внимание Это все Вам нужно Вам нужно от мужчины все Все его время Вся его энергия Все его деньги Вот Я надеюсь, мужчины сейчас записывают Я Ты видишь, как много у меня задач Я не могу это дать Ни одной женщине Поэтому Понять вас нетрудно Вот Быть с вами трудно То есть В моем состоянии, да Шансов практически нет Поэтому Ну надежды-то могут в себе Я общаюсь посредством Композиции Посредством песен Посредством питания сейчас Да То есть Вот таким образом Я могу дать всю свою любовь без остатка Вот И я не прошу возвращать ее мне Друзья Девочки Ну что Мы все равно будем любить его И втайне кто-то будет продолжать мечтать о нем Что когда-нибудь у Сереги найдется Когда мы тебе на пенсию выдаем Время Да Когда уже будет выпущено И здоровое питание И написаны альбомы И так далее И тому подобное Спасибо тебе большое Спасибо тебе за То, что ты продолжаешь активно делать То, что Ты делаешь Потому что не можешь делать Но ты делаешь это здорово И классно И уже много лет Сереге много лет Жила полиграфу Также Мы рады И одному И другому Здесь абсолютно одинаково Я благодарю тебя За такой теплый прием Было очень радостно Посмотреть в очередной раз Замечательные клипы свои Приходи почаще Обязательно Мы готовы крутить их И для тебя И для всех Круглосуточно Серега Спасибо большое всем Друзья Программа Лучшее в стране Я надеюсь До скорого Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ